Николай Евгеньевич Верта, русский советский писатель, лауреат четырех сталинских премий, биография, родился 6906 года в селе Каликино в семье сельского священника, в раннем возрасте был пастухом-писарем сельсовета и одновременно учился в Тамбове, где в 1923 году начал писать в газету «Тамбовская правда». В литературном приложении к газете были напечатаны его первые рассказы, посвященные главным образом деревенской жизни. В 1923-1925 годах работал репортером, журналистом, ответственным секретарем в редакциях областных и краевых газет Костромы, Шуи, Махачкалы. В литературном радиосовещании в Саратове, несколько лет наряду с газетной деятельностью Н. Вирта работал в качестве актера, режиссера и директора в театрах рабочей молодежи. В те же годы им были написаны первые пьесы. С 1930 года живет в Москве и сотрудничает в газетах «Вечерняя Москва», «Труд», «Электрозавод» и в одной из газет строившейся тогда первой очереди «Метро». Известность получил благодаря роману о так называемом Антоновском восстании «Одиночество», который переработал в пьесу «Земля». Во время Советско-финской войны 1939-1940 годов и Великой Отечественной войны Николай Вирта был военным корреспондентом газеты «Правда», «Известие» и «Красная звезда», работал в Совинформбюро. Член Аспес СССР был трижды женат, от первого брака остались сын и дочь. Дочь Татьяна Николаевна Вирта, литератор, жена физико-теоретика Юэм Кагана, умер 3 января 1976 года. Похоронен на Переделкинском кладбище. Библию в 1943 году в СССР было разрешено издать Библию. Специальным цензором издания был назначен Николай Вирта. В результате проверки как Ветхого, так и Нового Заветов Николай Евгеньевич не обнаружил в них отклонений от коммунистической идеологии и утвердил к печати без каких-либо изменений. По некоторым данным, за эту услугу он получил от РПЦ 500 тысяч рублей. Скандал 28 апреля 1954 года Вирта вместе с тремя другими писателями был исключен из СПС СССР. Его обвиняли в том, что на своей подмосковной даче он вел привилегированный образ жизни, восстановлен в СПС СССР в 1956 году. Творчество. В своем творчестве Вирта всегда твердо держался партийной линией, разоблачал троцкийскую оппозицию, боролся с безродным космополитизмом, пропагандировал культ личности. Считается одним из показательных представителей так называемой «теории бесконфликтности» из воспоминаний Л. Шварца «Финской войне» Шварц Е. Э. У позвонки минувших дней М. Вагриус 2008 С. 254 Романы Повести Роман Одиночество Роман Закономерность Роман Вечерний зон Повесть Крутые горки Роман Степь да степь кругом Роман Возвращенная земля Роман Быстробегущие дни Повесть Катастрофа Повесть «Призрак покидает зеленый холм» Пьесы «Земля. Заговор. Клевета. Мой друг полковник. Солдаты Сталинграда. Великие дни. Хлеб наш насущный. Заговор обреченных три года спустя. Далее неоглядный. По мотивам романа «Крутые горки. Летом небо высокое. Три камня веры». Киносценарии «Сталинградская битва. Заговор обреченных. Одиночество. Признание награды. Сталинская премия второй степени. За роман одиночества. Сталинская премия второй степени. За пьесу «Хлеб наш насущный». Сталинская премия первой степени. За пьесу «Заговор обреченных». Сталинская премия первой степени. За киносценарий «Сталинградская битва». Орден Ленина. Медаль за оборону Ленинграда. Медаль за оборону Сталинграда. Медаль за победу над Германией в Великой Отечественной войне. 1941-1945 ГГ.